ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, позовемчик, здорово, с тобой я Кирилл, и мы продолжаем проходить игру Resident Evil 4. Итак, на очереди у нас уже идёт шестая серия третьего сезона, по моим данным. Ну что же, мы продолжаем, да. Предыдущая серия была довольно короткая, потому что у меня было мало свободного времени, чтобы её записывать. Эта же серия получится такая довольно прикольненькая, но она тоже довольно короткая получится, потому что у меня также мало времени. Ну да, ну чуть побольше, чем предыдущая серия, но также покороче, ну в зависимости ещё от ситуации, в как я буду играть. Итак, собственно, мы сэшли направляемся дальше. Куда мне идти? Я, короче, хожу кругами, а этот пидор по-любому уйдёт за мной. Мне даже некогда на паузу нажать, блядь, блядь! Наверное, наркоман паблик с очередной съёмки здесь чё-то натворил. Опять нам шибанул на ши там, и вот. Давайте попробую спеть песенку, я не знаю, там, например. Раз, два, три, четыре, пять. Слендер где-то бродит, блядь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Извините за мат, ну... Да, вот чертовщина, блин, а! Лёна-то подставили, да, пряди подставили. Вот козел тут, хаотикс, блин, ну мы им покажем всего штучкой, блин. Опять забрали у нас геймерсчен, ну то есть забрали на сэшли, и мы вновь должны её найти. Ну да, немножко ошибся, я по запрошлой части, действительно. Мы ещё её теряем, да, но вот на этот раз уже точно, уже 100% мы её постоянно раз теряем, потом находим уже не теряем. Ну вот, по карте показано, по которой нужно дойти, но мы уже так знаем, как ориентироваться. Да, такая вот печальная начало. Да, ну, хох, сейчас, я даже сейчас заплачу. Так трагично, опять её потеряли, и, эшли, мало ли, сейчас слово Садлер возьмёт её и изнасилует. А что же достанется, какая доля достанется Пиону, он, видишь, он переживает, бедный, он сейчас плачет, да. Пошагнай, почему, когда поворачиваю, это нельзя полностью видеть лицо, то есть вот так, почти полностью, но не совсем полностью. Знаешь, ты знаешь, зачем, в общем, чёлка Леона нужна, чтобы, когда он плачет, слёзы прикрывать, чтобы никто не видел. Так, ну окей, всё, так что у нас здесь какая-то записка, давай прочтём. Наш план, ух, это же мы мошка один. Из-за того агента мы потеряли нашего староста Мендеза и Рамона. Но мы продолжим выполнять план, несмотря ни на что. Должен отметить, что потеря моих людей, конечно, неприятно, но с этим нужно смириться, чтобы идти дальше. Заменить потерянных людей будет очень непросто, я должен быть очень осторожен в выборе, ведь Лас-Плагос отражает сознание своего носителя, если мой выбор будет неправильным, они могут предать меня. Мне нужны люди, которые присягнут мне в верности. Я хорошо усвоил этот урок, когда меня предал Сера, то есть Мкоассилиум. Постараюсь исключить подобные ошибки в дальнейшем. Вот это важное для нас сейчас, я никому не позволю встать на моем пути. Ну да, как мы видим, пишет Хаотикс, то есть Лорд Садлер, и пишет свой план. Ну, точнее, пишет, так сказать, будущее кредо своего плана. Ну, так можно сказать. Надвигаемся дальше. Что это было только что? Так, гостиница, не хочу в гостиницу. Че у меня, блядь, бросил, сука ты? Ладно, погнали. Да не будьте. Все, ну, такой нормальный, мне нравится. Блядь, долбоебать не играют. По легенде, те, кто был освещен сиянием кристалла, могут восстанавливать здоровье. Прописали админ, блядь, заебись на охуе. Вообще пиздец. Залечивать любые раны, выпив воды из источника. Да, послушаю сейчас только что разговор Миши ГТ с женщиной, ну, или Краузера с Ады Вонг. Да, неприятный разговор. Краузер хочет убить Леона, ну, а Ада Вонг, она как бы нейтральна. Ну, она не хочет того убить, но она как бы... Леон, наверное, об этом не догадывается. Ну, в общем, у них там запутанные отношения, так сказать. Ну, и скоро с этим Миши ГТ, так называемым, у нас будет битва. Ну, битва у нас будет в двух стадиях. Первая стадия на ножах, а вторая стадия уже конкретно. Конкретно и прям в голову. Так, вот он один пил. Вот это еще он быстро заварен. Марсимус, что он может сделать, это ничего. Правильно. Иди, вот блин. Ёб, помогите! Мальчик, ты можешь, мы тебя будем убить, как следует. Да, тупило сейчас конкретно, конечно. Сколько, блин. Блин, какие-то, блин, бронированные сволочи. Жизнь миллион процентов, бью-бью, не убиваются. И то, при том, что у меня, блин, прокачанное оружие. Если бы не прокачанные были, то что? В сортирство постреляемые. А не в меня. Да, и к первой стадии битвы скрадзера мы уже приближаемся. Сейчас мы пройдем вот эту вот, ну, такую вот, как это называется, базу, так сказать, и уже, собственно, будет битва. Потому что, если я буду проигрывать, то я не понял, потому что у меня реально кнопки неизвестные, я не пойму, что делать. Ну, у них, что у каждого ласплата, что ли, глупляется, что ж такое, господи, боже мой. То есть, если бы я буду проигрывать, то знаешь почему. Ну, во-первых, потому что сложно само за себя договорить, и второе, потому что реально 60 тяжело. Ну, реально, ну, точнее, так сказать, нет в плате на клавиатуре вообще не понятны. я могил бы не помогите а папа это не сделаешь лучше бы я не говорил что я сталеров я сказал фразу что я сталеров я сразу проиграл на то где стоят неплохо влияет до фигня брыгал хрени божатого начинают в пипец ну вот начинается а серебро наслабочек и это же у нас начинается опять на нем оттепки так сказать то что делать будем все быстро быстро как говорится проходить очевидно а а а вас плата снизу толпу а а а а Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok соцсетей от местного доказательства тени молодец все будет нормально посадить и ничего не будет страшного если вдруг случайно проиграли больше шестидесяти девяти раз так вот у нас а я думаю тут какое-то секретное место интересно хочется проверить все таки продумали смотри так ну ладно все тут мы все собрали перейдем непосредственно к самой битве ну и вот собственно говоря битва да вот такая вот нехорошая битва так я спрашиваю динамбуша сажать я знаю что столкнулся а а а все поиск вот и тогда нажимаем где кнопки и плюс пробел и вот это так как раз пробел и все в очереди он не смотрит ролик в а а в Не боюсь! Ахаха! Изнасилу нет! Ахаха! Так, подождите, кто-то телепортировался... Чего? А нет, Лос-Антос! Вот ты тварь! Ух ебать, какие машинки! Прямо скоростные, бля! Добавили, сука, сюда! Анг, вот заебись, Анг можно взять Мудак этот Ну все, пизда всем, я еду Медведь Валерий Курас Субтитры сделал DimaTorzok 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 сосуна я чё даром сюда ехал блядь я тысячу километров преодолел чтобы сюда приехать журнал рыцари плуток не судьба мне съесть говно ля-ля-ля-ля-ля гум resent приступает вот привет нет спасибо а Ааа, у меня есть идея! После того, что ты здесь, почему бы я не познакомлю тебя в это? В это должен быть тебя занятым? Я не помню название. Может быть, в последний момент. Да, да. Ха-ха-ха-ха. Смейте с удовольствием. Блин, да, у Леона вон видна рана, которую ему наносил краузер. Итак, собственно, что? Прошли мы, да. Не мог я узнать, какая эта кнопка. Она была абсолютно рандомная. Это мог быть либо Enter, либо пробел, либо F. Оказался пробел. Все-таки оказался пробел. Я угадал, да. И, в общем, да, тяжело. Вначале вроде нормально начал, потом уже да. Потому что реально сложно уже угадать. Если пошел к ты жал, то ты полный лог, извини, не меняй. Из-за того, что я реально не знал, ты бы сам был, так же, как и я. Не знал бы точно. В этом-то вся и суд. Итак, сейчас мы, в общем, доходим до сохранения и все, и сохраняемся, и все, в общем. Сейчас опять у нас будут куты. Сейчас. Тут всего не будет. Так. Нельзя попадаться вот на эти вот лазеры, так сказать. Господи. Ну, так резко, блин. Ты, блин. Давай быстрее. Быстрее мне время. То есть, вот слишком быстро начал бежать. Тут уже идут куты у нас. Да, крутые трюки прям, как из фильма прям. Джеймс Бонд, блин, а-ля. Ну и все. Собственно говоря, провернули вот такую махинацию. Первый раз я начал хреновывать из-за того, что я просто очень быстро начал бежать из-за этого лазер просто. Ну, лазер начал реагировать быстро, и я попался. Так. Вот у нас тут есть изумруд. Можно сесть. И он думает, как ему действовать дальше. Возмышляет. Сейчас нет времени на отдых. Ну и правильно, собственно говоря. Да, давай. Работы. Тут у нас сокровища. Ну и все, мы добеждаем дальше. Да, приближаемся мы к финалу. Прошли первую стадию Скайзера. Она была не такая тяжелая, но и, собственно, мы ее прошли. Так, теперь опять какой-то канализации и бежим. И то скоро должно быть уже сохранение. А, все, Пашин, слушай, я вспомнил в реале ты про старейшину Мендеза. В общем, вторую стадию, все, я вспомнил. Ты мне вчера говорил, то есть позавчера, в среду, я опять это записываю. Я реально вспомнил. Действительно. Эту стадию, да. В общем, в следующей серии мы будем проходить его вторую, последнюю стадию. Мамошки 1. То есть это старейшины Мендеза. И, собственно, дальше будем проходить. Записка Луиса 4. Я хочу рассказать о том, что мне удалось узнать о Ласплаге. Существо Ласплагес имеет три свойства. Первое, как я уже писал раньше, они обладают способностью управлять поведением своих хозяев. Второе, они являются социальными организмами. Вернее, они не живут отдельно, но образуют идеальное гармоничное сообщество, считая, что они обладают коллективным разумом. Подобный тип поведения можно увидеть у насекомых, таких как пчелы или муравьи, но среди паразитических организмов он встречается редко. Возможно, Ласплагес заимствовали это поведение в других существах. Я все еще пытаюсь узнать, связано ли это с предыдущим свойством. Третье, Ласплагес обладают поразительной способностью к адаптации. Они могут уживаться со многими другими существами, очень быстро образуясь с ними связи на основании симбиоза. Но благодаря своим социальным способностям, Ласплагес могут взаимодействовать с сознанием своих носителей, независимо от их вида. Должен признаться, что мой интерес к Ласплагесу увел меня далеко от главной цели – исследования деятельности секции Дос Фельминадос. Даже зная то, что Садлер собирался использовать результат этих экспериментов для достижения каких-то своих целей, я не смог прекратить работу. В результате я вынужден нести ответственность за весь этот беспорядок наравне с ним. Теперь я вижу, что был неправ, но я не смогу помешать ему в одиночку. Да, в общем, еще какие-то очередные мутации этих Ласплагес, ну и плевать на них. В общем, что я сейчас на чем-то сейчас становился? В общем, да, будет последняя у нас стадия этого. Ну, мошки, первая мошки. Показ avait Bule. Мы потом доберемся, собственно, уже до последних стадий Салазаро. Она будет не так скоро, но, тем не менее, так продаем в основном. Взрыв. Ихometers. Здоровья. А-х eks MARK. Не говорится о том, что 여기에 LAUREN купил архуточку, у меня было много денег. я лучше позже прокачивать декабря до конца в том что мы с тобой поможем кроме того структу так как учиться берем все эти сохраняемся Ну и на этом всё Это была шестая серия третьего сезона прохождения Resident Evil 4 сериала Ставь оценки по Шенде Комментируй, как тебе понравилось видео Ну и всё, пока В следующей серии планирую убить Уже последнюю стадию Мендеза Ну и продвигаться Собственно говоря, дальше, дальше и дальше до финала Так что, будь уверен, всё будет нормально Итак, всё, третий сезон Шестая серия пройдена Удачи тебе и пока